Новые подробности расследования трагедии в Париже. По отпечаткам пальцев опознаны еще двое террористов. Один тот, что подорвал себя у стадиона Стан-де-Франции, гражданин Франции. Другой, у него бельгийский паспорт, привел в действие бомбу на бульваре Вольтер. К атакам, как считают следователи, причастны и двое его братьев. Один был задержан в Бельгии, второй, Абдесалам Салах, сейчас в международном розыске. Как пишет газета Guardian, через несколько часов после нападения его останавливала для проверки полиция, но отпустила. Сейчас французские славяки начали антитеррористические рейды в ряде городов. В Тулузе задержаны несколько человек. До сих пор неясно, скольким преступникам удалось вскрыться. Дмитрий Сошин передает из Парижа. Как же легко посеять панику в большом городе, пережившем страшный теракт. Вечером, когда тысячи парижан собрались на площадь республики, в толпе услышали звуки, похожие на выстрелы. Одного крика «Бегите, в нас стреляют!» хватило, чтобы в толпе воцарился хаос. В результате возникла паника. Давка полиция стала вытеснять людей из площади, загонять их в рестораны для их же безопасности. Кому-то показалось, что это была автоматная очередь, а кто-то якобы увидел человека с оружием. Выяснилось, правда, что это был полицейский. Появили слухи о первых убитых и раненых. Их тут же подхватили французские телеканалы. Но через полчаса выяснилось, что тревога ложная, и людей снова пустили на площадь. Позже оказалось, что подростки в толпе взорвали петарду. Мы были вынуждены блокировать площадь, так как люди начали по ней беспорядочно двигаться. И мы подумали, что среди них есть вооруженный преступник. И у вас была какая-то информация? Я не могу вам этого сказать. Зато следователи сообщили, что среди исполнителей терактов 13 ноября трое братьев, имеющих французские и бельгийские паспорта. Одному из них, Салаху Абдель Саламу, удалось скрыться. Его уже объявили в международный розыск. На восточной окраине Парижа полиция обнаружила автомобиль одной из трех групп террористов. В черном Сиате нашли автоматы и взрывчатку. За последние сутки в столице Франции задержали пять человек, которые могут иметь отношение к организаторам терактов. В конце ноября в Париже состоится большой экологический саммит. И на него, как ожидается, прибудет вся мировая политическая элита. В этой связи многие задают себе вопрос, а сможет ли Париж защитить своих гостей. Ведь всего несколько дней тому назад президент Франсу Алан объяснял, что Париж одна из самых безопасных столиц в мире. Но все же саммит решили не отменять. Насколько новость о трагических событиях в Париже шокировала французского президента, видно по этим фотографиям. Аланду сообщают о первых взрывах и погибших. Через несколько минут президента и его гости, министр иностранных дел Германии, выведут со стадиона. Фотографии эти похожи на снимки, сделанные 14 лет назад, когда американскому президенту сообщили об атаке на башне Близнецы в Нью-Йорке. Уже всем очевидно, что Европа не в силах в одиночку противостоять новым угрозам. Осуществив ряд хорошо слаженных атак, исламское государство вновь привлекло основное внимание мирового сообщества к угрозе, которую представляет терроризм. Россия при этом предстала в качестве партнера, причем такого, у которого есть план по немедленному уменьшению имеющейся угрозы. Стратегия Москвы, заключающаяся в том, что лучшим методом борьбы против ИГИЛ является поддержка президента Башара Асада, хотя бы временная, была неприемлемой для США, а также до сих пор и для Франции. Эта позиция вполне может измениться. Примерно так рассуждают и французы. Страна за последний год пережила несколько крупных терактов, два из них в столице. Никому не хочется жить в атмосфере страха. Нам по существу объявили войну, и линия фронта оказалась прямо у нашего двора. Я думаю, что усилий одного французского правительства недостаточно. Чтобы победить терроризм, объединяться надо всем европейцам. А тем временем в Лондоне заявили, что еще с 2006 года, тогда атаке террористов подвергся отель в индийском Мумбаи, британские спецслужбы подготовили план действий на случай массовых терактов. На улицах Лондона усиленные патрули. В аэропортах обыскивают багаж и проверяют документы. Подобное происходит сейчас и в других европейских столицах. Дмитрий Сошин, Павел Лихолетов, Роман Гусь, Первый канал, Париж, Лондон.